Продолжение следует... Оппозиционный политик Миржан Косанов в теорию заговоров не верит, но сценарий президента Путина для него очевиден. Впереди выборы. Патриотическая волна, которую он сейчас по всей России разогнал, и его желание стать собирателем земель, это будет для него лично, я так думаю, мощный такой пиар во время предстоящих электоральных кампаний. Не за счет поднятия экономики, не за счет улучшения социального самочувствия россиян, особенно в глубинке. На постсоветском пространстве таких земель, которые якобы срочно нужно спасать, достаточно. Многие эксперты уверены, что одним Крымом дело не закончится. И здесь патриоты проводят четкую аналогию с территориями Казахстана. Не положит ли завтра Владимир Путин глаз на северные области страны. Кроме того, за вторжение в Украину Россию наверняка накажет мировое сообщество, но при этом достанется и Казахстану. Мы находимся в таком котловане, в очень неудобном с точки зрения геополитики. И те или иные санкции против Российской Федерации, они автоматически ложатся на Казахстан. И еще один фактор. Раз мы находимся в общем таможенном союзе, и если вопрос с Евразийским союзом будет решен положительно за подписью Назарбаева, то санкции еще тем более будут ужесточены в отношении Казахстана. Простые казахстанцы давно не лезут в политику. Такую охоту им начисто отбил Ельбасы и, вероятно, редко интересуются мировыми новостями. Для многих алмадинцев известие о референдуме в Крыму стало поистине открытием. Я не политик, получается. Опасная ситуация. Опасная. Она чревата продолжением, к сожалению. Каким? Грустным. Может быть, осложнение вообще для многих людей. Что Россия, что Украина, что Белоруссия – это все один славянский народ. Позицию казахстанской диаспоры крымских татар нам выяснить не удалось. От журналистов эти гордые люди бегают, как черт от Ладана. Вероятно, им просто обидно, что их собратья в Крыму проиграли полуостров русским.